Линли проснулся внезапно, как от толчка. Утренний свет струился в комнату, ложа с тонкими полосами на пол и кровать. Легкий ветерок играл за навесками. Через открытое окно доносились радостные голоса птицы, отдаленное блеяние овец. Ничего этого Линли не замечал. Он лежал в постели, погрузившись в глубокое безнадежное отчаяние. Неутолимое желание жгло его. Он хотел повернуться на бок и прижать ее к себе, хотел увидеть ее пышные волосы на подушке, хотел увидеть, как сомкнутые веки берегут ее сон. Он хотел нежными ласками разбудить Дебору, ощутить губами, как согревается, разгорается в порыве страсти ее кожа. Линли резко отбросил одеяло. Это безумие. Поспешно, невнимательно начал одеваться, хватая, что под руку подвернется. Бежать. Бежать. Схватив в охапку свитер, он выскочил из комнаты, с грохотом спустился по лестнице и вырвался на улицу. Только тут он посмотрел на часы половина седьмого. Густой туман лежал в долине, смягчая, размывая прямые линии зданий тяжелым одеялом, укутывая реку. По правую руку простиралась пустынная улица. Даже зеленщик не выставлял свой товар на обочине. Окна салона красоты у Синджи были темны. Методистская церковь заперта на замок. Чайная не проявляла интереса к столь раннему гостю. Линли прошел к мосту. Там минут пять постоял праздно, швыряя камушки в воду, пока величественный храм на горе не притянул его взгляда. С высоты холма церковь святой Екатерины мирно взирала на деревню. Вот что поможет ему изгнать демонов прошлого. Линли решительно зашагал к храму. Небольшое, на редкость гармоничное здание. Вокруг деревья, старое, несколько запущенное кладбище. Великолепный нормандский свод поднимается к небу. В апсиде полукруглые витражи. С другой стороны храма высокая колокольня, где воркуют голуби. Линли полюбовался их прогулками по скату крыш, а затем, по усыпанной гравием дорожке, направился к кладбищу. Маленькая калитка пропустила его в мир тишины и покоя. Он принялся обродить среди могил, пытаясь прочесть на надгробьях надписи, полустертые временем. Кладбище заросло травой и сорняками, под ногами была утренняя сырость. Могильные камни густо обросли мхом. Здесь, в густой тени деревьев, в земле, не знавшей солнца, покоились люди, которых все давно позабыли. В некотором удалении от церкви виднелась купа переплетшихся ветвями кипарисов. Возле их корней приютилось еще несколько надгробий. Эти искривленные деревья казались таинственно очеловеченными, словно они умышленно скрывали таившиеся в их тени могилы. Заинтересовавшись этим зрелищем, Линдри пошел туда и наткнулся на нее. Только она может так небрежно закатать до колен потертые голубые джинсы, снять ботинки и босиком шлепать по высокой сырой траве, подбирая наилучший угол и освещение для съемки. Только она может столь самоотверженно забыть обо всем, о грязи, заляпавшей ее ногу от щиколотки до икры, о красных листьях, запутавшихся в волосах. Она и его не замечала, хотя Линдри стоял в десяти шагах от нее, впивая каждое ее движение и безнадежно мечтая вновь вернуть ее в свою жизнь. Туман стелился клочьями, то густея, то почти исчезая. Лучи утреннего солнца слегка поблескивали на камнях, а любопытная печушка уставилась на него с соседнего надгробья. Линдри едва замечал все эти подробности, но он знал, что Деппера запечатлеет их все. «Где же Сент-Джеймс?» «Наверняка сидит где-то поблизости, с нежностью наблюдая за хлопотами жены. Нет, что-то его не видно. Дебора здесь совсем одна». Линдри показалось, что церковь обманула его, посулила утешение и покоя. Вместо этого «что же делать, Дебора?» Думал он, глядя на нее. «Я не могу смириться с этим. Я хочу, чтобы ты его бросила, чтобы ты его предала. Вернись ко мне, ты должна быть со мной». Она подняла голову, смахнула с лица волосы и только теперь заметила его. Судя по выражению ее лица, она прочла его мысли столь отчетливо, как если бы он высказал их вслух. «О, Томми!» «Да, она не станет притворяться, не станет заполнять неловкую паузу, пустой болтовней. Хелен сумела бы таким образом смягчить первые минуты встречи, но Дебора прикусила губу, отшатнулась, словно он ее ударил и, отвернувшись к треноге, попыталась получше установить ее. Линдри подошел к ней. «Извини», — попросил он. Дебора все еще возилась, со своим снаряжением низко склонив голову, волосы падали ей на лицо. «Я не могу с этим справиться, я пытаюсь, но ничего не получается». Дебора по-прежнему отворачивалась от него. Теперь ее взгляд был обращен к холмам. «Я пытаюсь убедить себя, что все закончилось наилучшим образом для всех троих, но я сам в это не верю. Ты по-прежнему нужна мне, Деб». И тогда Дебора обернулась к нему. Она была очень бледна. Слезы струились по щекам. «Прекрати, Томми, ты должен забыть об этом». Разумом я это понимаю, душой нет. Он видел, как слеза катится по ее щеке, поднял руку, чтобы вытереть слезу, но вовремя опомнился и уронил руку. «Я проснулся сегодня. Я так хотел заняться с тобой любовью, как прежде. Если б я не выскочил из дома, я бы стал кататься по ковру и биться головой об стену, как отчаявшийся подросток. Я искал утешения в церкви. Не думал, что ты будешь бродить по кладбищу на рассвете. Он оглядел ее снаряжение. «Что ты тут делаешь?» «Где Саймон?» Он в Кэлдейл-Холле. Я рано проснулся и пошла посмотреть деревню. Она что-то скрывала. «Саймон болен?» Резко спросил Линли. Дебора пристально изучала ветви кипариса. Она проснулась около шести, услышав, как Саймон резко втянул в себя воздух. Он лежал так тихо, что на какой-то ужасный момент ей показалось, будто он умер. Потом она поняла, что муж усилием воли сдерживает учащенное дыхание, стараясь не разбудить ее. Она дотронулась до его руки, и пальцы мужа крепко сомкнулись вокруг ее запястья. «Я принесу тебе лекарство», — прошептала она, дала ему таблетки и следила, как Саймон мужественно преодолевает боль. «Ты не могла бы ненадолго уйти, любовь моя?» К этой стороне своей жизни он никого не подпускал. Она не могла разделить с ним боль. Деборе пришлось уйти. У него были боли сегодня утром. Линли содрогнулся от этих слов. Он понимал, что они означали. «Нет никакого выхода. Ведь нет?» Горько спросил он. «И это тоже приходится записать на мой счет». «Нет». Ее голос срывался от ужаса и горя. «Нет, не смей так думать. Не мучь себя. Ты в этом не виноват». Дебора произнесла эти слова, слишком быстро не подумав о том, как они подействуют на Линли. Тут же, оборвав себя, словно сказала слишком много, гораздо больше, чем следовало, она опять приняла свозиться с камерой. Вынула линзы, сняла аппарат с три ноги, убрала все в сумку. Линли следил за ее порывистыми движениями. Она почувствовала его взгляд, поняла, что каждым жестом выдает свое замешательство, и прекратила работу. Голова опущена, рука прикрывает глаза, солнечный луч запутался в ее волосах. Волосы цвета осени, цвета смерти лета. Он остался в Кэлдэйл-холле? «Ты оставила его одного, Деб?» Он не хотел спрашивать об этом, но Деборе необходимо было с кем-то поделиться. Он не мог уклониться от ее невысказанной мольбы. Он так хотел из-за болей. Он не хочет, чтобы я это видела. Ему кажется, что таким образом он защищает меня. Женщина запрокинула голову, словно ища каких-то знамений на небесах. Линли видел, как напряглись ее мышцы. А мне только хуже, когда мы не вместе. Это ужасно, непереносимо. Он все понял. «Это потому, что ты его любишь». Дебора с минуту молча смотрела на него. «Да, я люблю его, Томми. Он моя половина. Он часть моей души». Она осторожно коснулась его руки. «Не прикосновение, лишь призрак прикосновения. Мне бы очень хотелось, чтобы и ты встретил женщину, которая станет твоей половиной. Тебе это нужно. Ты этого заслуживаешь. Но не я, эта женщина милый. Да я и не хотела бы ею быть». Его лицо застыло. Душа не принимала окончательного приговора, чтобы успокоиться, отвлечься. Он принялся изучать надгробье, возле которого они стояли. «Эта могила вдохновляла тебя на рассвете?» Шутливо произнес он «Да». Дебора постаралась подстроиться под его тон. Я уже столько наслушалась о младенце в опасстве, что решила взглянуть на его могилу. «Как огонь и дым», — прочитал он. «Странная эпитафия для младенца». «Я люблю Шекспира», — произнес высокий голос у него за спиной. Линли обернулся. На гравиевой дорожке в нескольких шагах от них стоял отец Харт, слегка смахивавший на гнома. Руки он в задумчивости сложил на животе. Он ухитрился бесшумно приблизиться к ним и внезапно возник из-за весы тумана. «Если мне поручают составить эпитафию, я всегда обращаюсь к Шекспиру». Его поэзия вне времени. Он раскрывает смысл и жизни, и смерти. Похлопав по карманам своего плаща, священник вынул пачку Данхила, рассеянно прикурил сигарету и, пальцами загасив спичку, сунул ее в карман. Движения были замедленные. Казалось, он не вполне отдает себе отчет в своих действиях. Священник плохо выглядел. Старческая кожа пожелтела. Глаза слезились. «Отец Харт. Это миссис Сен-Джеймс», — мягко сказал Линли. «Она хочет сфотографировать самую знаменитую вашу могилу». Отец Харт очнулся от задумчивости, самую знаменитую. Он озадаченно переводил взгляд с мужчины на женщину. Потом он догадался посмотреть на надгробье, и лицо его омрачилось. Забытая сигарета догорала, зажатая между покрытыми никотиновыми пятнами пальцами. А, да, нахмурился он, как ужасно обошлись с этим младенцем. Бросили ногишом умирать от холода. Мне потребовалось специальное разрешение, чтобы похоронить бедняжку. Особое разрешение? Она не была крещена. Я назвал ее Марина. Священник быстро заморгал, подыскивая другую тему. Если вас интересуют знаменитые могилы, вам нужно осмотреть крипту. — Крипту? — Вроде техгробницу Эдгара По? — содрогнулся Линли. — Вовсе нет. Это святое место. Особая часовня под храмом. Священник уронил сигарету на дорожку и затоптал ее. Привычным движением нагнулся, подобрал окурок, спрятал его в карман и пошел в сторону церкви. Линли подхватил камеру и вместе с Деборой последовал за ним. — Здесь похоронен святой Кэт, — сообщил отец Харт. — Заходите. — Я готовлюсь к мессе, но вполне успею вам все показать. Огромным ключом он отпер дверь церкви и пригласил их войти. По будням на мессу почти никто не ходит. — Довольно с них воскресенье. Только Уильям Тейс являлся на мессу каждый день, а теперь, когда его не стало. — Теперь я по будням служу мессу в пустой церкви. — Он был вашим близким другом? — спросил Линли. Рука священника дрогнула, нащупывая выключатель. — Он был мне как сын. Он когда-нибудь жаловался вам, что плохо спит, говорил, что нуждается в снотворном. Рука вновь задрожала. Священник явно колебался. Пауза затянулась. Линли шагнул ближе к свету, чтобы получше разглядеть лицо старика. Священник уставился на выключатель. Губы его шевелились, словно в безмолвной молитве. — Вы нездоровы, отец Харт? — Я... — О, нет, все в порядке. Просто я... Так часто вспоминаю о нем. Священник как-то ржался, осел, будто воздушный шарик, из которого разом вышел весь воздух. — Инспектор, Уильям был хорошим человеком, но душа его страдала. Он никогда не говорил мне о бессоннице, но... Мне это вовсе не удивляет. Почему? Потому что, в отличие от многих, кто топит горе в вине или кто находит иные способы избавиться от проблем, Уильям встречал их лицом к лицу и старался сделать все, что от него зависело. Он был сильный, достойный человек, но его крест был тяжек. Вы имеете в виду бегство Тессы и Джиллиан? Услышав второе имя, священник весельно прикрыл глаза и громко сглотнул. Тесса ранила его. Джиллиан его уничтожила. Он так и не оправился после ее ухода. Какой она была? Она? Она была ангелом, инспектор. Ясным солнышком. Дрожащая рука повернула выключатель. Священник вновь жестом пригласил их в церковь. Что скажете? Здесь красиво? Внутри помещение мало походило на деревенскую церковь. Те обычно бывают маленькими, квадратными, чисто функциональными. Ни форма их, ни убранство красотой не блещут. Но это здание выглядело совершенно иначе. Его строитель задумывал настоящий собор. Две огромные колонны на западной стороне храма могли выдержать гораздо больше вес, чем крыша церкви святой Екатерины. Ага, вы заметили, — пробормотал отец Харт, проследив, как взгляд Линли перемещается с этих колонн на апсиду. Здесь должно было разместиться аббатство. Наша церковь стала бы храмом большого монастыря. Но монахи поссорились между собой, и в результате монастырь был построен в стороне, возле Элдейлхолла. Это божье чудо. — Чудо? — переспросила Дебора. — Истинное чудо. Если бы аббатство стояло здесь, где покоятся останки святого Кедда, все было бы уничтожено в годы правления Генриха VIII в пору гонений на католиков. Можете ли вы представить такое? Была бы разрушена церковь, где хранятся мощи святого Кедда. Голос священника вибрировал от ужаса. Нет, это был промысел Божий. Монахи поссорились, а поскольку фундамент для этой церкви уже заложили и даже вывели крипту, не было смысла переносить тело святого, и они оставили его здесь, в маленькой часовне. Отец Харт со стариковской медлительностью направился к каменной лестнице, и уводившей вниз в темноту. Сюда пригласил он своих костей. Крипта представляла собой крошечную подземную церковь внутри храма святой Екатерины. Нормандский свод покоился на стройных колоннах без орнамента. Простой каменный алтарь в дальнем конце часовни был украшен двумя свечами и распятием. По сторонам алтарян на память потомству были сохранены камни древнейшей постройки. Сырое запущенное помещение, плохо освещенное и пропавшее прелью, стены покрылись зеленым мхом. Бедняга! — поежилась Дебора. — Тут так холодно! Наверное, он предпочел бы лежать где-нибудь наверху на солнышке. — Здесь он в безопасности, — возразил священник. Благоговейно, подойдя к алтарю, он преклонил колени и на несколько мгновений погрузился в молитву. Они молча смотрели на него. Губы священника слегка шевелились. Вот он застыл, словно внимая неведомому глазу. Молитва завершилась. Он просветленно улыбнулся и поднялся на ноги. — Я каждый день разговариваю с ним, — прошептал отец Харт. — Мы все ему обязаны. — Как это? — удивился Линли. Он спас нас, спас эту деревню, церковь, спас католичество здесь, в Келделе. С каждым словом глаза священника светились все ярче и ярче, и даже щеки чуть порозовели. Вы имеете в виду его самого или мощи? — Самого святого и его присутствие, и мощь — все. Священник раскинул руки, пытаясь охватить крипту. Голос его звенел торжеством веры. Он дал людям отвагу сохранить веру, инспектор, сохранить лояльность Риму и в страшные дни реформации. Тогда священники прятались здесь, вход на лестницу закрыли люком, и деревенские священники годами жили в этом убежище. Святой не покидал их все это время. Святая Екатерина не досталась протестантам. Глаза священника наполнились слезами. Он слепо нащупывал носовой платок. Я прошу прощения, когда я начинаю говорить о Кедде, и это такая честь — хранить его мощи, общаться с ним. Не уверен, что вы сможете это понять. Восторг от близости с одним из первых святых превышал старческие силы. Линли поспешил сменить тему. — Похоже, исповедальни покрыты резьбой эпохи Елизаветы, — заметил он. Старик вытер глаза, слегка прокашлялся и улыбнулся им дрожащей улыбкой. Да, первоначально эти дверцы предназначались для других целей. На них совершенно светский орнамент. Не слишком-то привычно видеть в церкви изображения танцующих юношей и девушек, но они очень хороши, верно? По-моему, в этой части церкви освящение такое тусклое, что кающиеся не могут рассмотреть эти узоры. Некоторые из них считают, что здесь изображены иудеи в тот момент, когда Моисей оставил их, отправившись на Синай. — А что изображено здесь на самом деле? — поинтересовалась дева, расследуя по пятам, за проводником вверх по лестнице в центральную часть церкви. — Боюсь, это языческое празднество, — признался Харт с заискивающей улыбкой. На этом священник попрощался с посетителями и удалился в помещение возле алтаря, раскрытая резной дверцей. Дверца захлопнулась. — Какой занятный и странный человек! Как ты познакомился с ним, Томми? Линли вывел Дебору из церкви на солнечный свет. Это он первым доставил информацию для нашего расследования. Он нашел тело. Линли коротко рассказал об убийстве, и Дебора слушала его, как прежде, не сводя с его лица взгляда своих зеленых глаз. — Низ! — воскликнула она, выслушав до конца эту повесть. — Они поставили тебя в ужасное положение, Томми? Это нечестно! — Как это похоже на нее, — подумал Линли. Она сразу же проникла в самую суть дела. Она разглядела под гладкой поверхностью тот шип, который терзал его все эти дни. Уэберли решил. — Бог знает почему, что Низ охотнее будет сотрудничать со мной. Суховато возразил он. — К несчастью, я вызвал у него обратную реакцию. Но это ужасно! После всего, что Низ проделал с тобой в Ричмонде, как они могли назначить тебя на это расследование? Неужели ты не мог отказаться? Линли улыбнулся ее горячности. Обычно детективов не спрашивают. — Давай я отвезу тебя в гостиницу, Деб. Ни минуты не колебляс, она отказалась. — Нет-нет, зачем тебе? — Да я... — Конечно. Я не подумал. Опустив на землю сумку с видеокамерой, Линли отчужденно уставился на голубей, ворковавших на самой вершине колокольни. Дебора осторожно коснулась его руки. — Не в этом дело. Ласково пояснила она. — Меня ждет машина. Ты, наверное, не заметил. Только теперь он разглядел голубой форт эскорт под каштаном, чьи желтые листья словно ковром услали тропинку. Подняв сумку, Линли направился к машине. Дебора последовала за ним. Открыв багажник, она проследила за тем, как Линли уложил сумку, а потом и сама постаралась устроить камеру понадежнее, чтобы не повредить в пути. Провозившись дольше, чем требовалось, она, наконец, подняла глаза и встретила его взгляд. Линли наблюдал за ней так пристально и страстно всматриваясь в каждую черточку ее лица, словно Деборе предстояло вот-вот исчезнуть навсегда, оставив ему на память лишь этот отпечатавшийся в его мозгу образ. — Я вспоминаю ту квартиру в Петтингтоне. Выговорил он, мы занимались там любовью поутру. Я не забыла Томми. Ее голос звучал нежно, но тем сильнее ранил. Он отвернулся. — Ты скажешь ему, что мы виделись? — Конечно, скажу. — И о чем мы говорили? — Об этом ты тоже расскажешь? Саймон понимает, что с тобой происходит. Он твой друг, и я тоже. — Мне не нужна твоя дружба, Дебора, — предупредил он. — Знаю. — Но надеюсь, однажды ты ее примешь. Я всегда буду твоим другом. Линли вновь почувствовал прикосновение ее пальцев к своей руке. Пальцы на миг сжались в знак прощания и тут же отпустили его руку. Дебора открыла дверь машины, скользнула внутрь, и машина тронулась. Линли одиноко побрел прочь, физически ощущая, как все плотнее становится окутавшая его пелена отчаяния. Он как раз поравнялся с домом Одел, когда дверь черного хода распахнулась, и по ступенькам решительным шагом спустилась детская фигурка. За ней по пятам следовал селезень. — Жди тут, Дугал! — крикнула ему Бриди. — Мама вчера оставила тебе еду в сарае. Селезень, не отваживаясь преодолеть ступени, терпеливо ждал на крыльце. Девочка распахнула дверь сарая и скрылась внутри. Через минуту она вернулась, волоча за собой тяжелый мешок. Линли отметил, что Бриди одета в школьную форму, к сожалению, обтрепанную и не отличающуюся чистотой. — Привет, Бриди! — окликнул он. Девочка вскинула голову. Со вчерашнего вечера ее волосы кто-то все же привел в порядок. Интересно, кто именно? — Надо покормить Дугала! — пояснила она на ходу. — Мне сегодня в школу. Терпеть не могу школу. Линли вошел во двор. Селезень без особого интереса наблюдал за ним одним глазом, а другим высматривал обещанный завтрак. Бриди высыпала на зим гигантскую порцию корма, и птица в радостном ожидании захлопала крыльями. — Сейчас, сейчас Дугал! — заторопилась Бриди. Ласково приподняв селезня, она аккуратно переместила его на влажную тропинку и принялась с материнской нежностью наблюдать за ним. Дугал с головой зарылся в еду. — Он очень любит завтракать! — конфиденциально сообщила она Линли, привычно устраиваясь на верхней ступеньке. Упершись подбородком в колени, девочка продолжала с любовью следить за своим питомцем. Линли уселся рядом с ней. — У тебя сегодня отличная прическа? — ободряюще заметил он. — Это Синджа сделала? Она покачала головой, не сводя глаз сутки. — Нет, тетя Стефа. — В самом деле? Какой она молодец! Такие вещи она здорово умеет! Судя по интонации, Бриди намекала, что кое с чем другим тетя Стефа вовсе не справляется. — Мне пора в школу. Вчера мама меня не пустила. Сказала, что мои волосы выглядят просто унизительно. Бриди надменно встряхнула головой. — Это же мои волосы, не ее. Мамы, как правило, принимают все слишком близко к сердцу. Ты же знаешь. Она могла бы отнестись к этому так же, как тетя Стефа. Та просто расхохоталась, когда меня увидела. Девочка запрыгала вниз по ступенькам. — Надугал! — позвала она, наполняя водой плоскую миску. Селезень даже головы не повернул. Не стоит отрываться от еды, как бы не отобрали. Разумные утки предпочитают не рисковать, а вода подождет. Бриди вернулась к Линли. Вместе они с удовольствием смотрели, как обжирается дугал. Бриди вздохнула. Осмотрев потертые носки своих ботинок, она попыталась потереть их грязными пальцами. Лучше от этого они не стали. И зачем мне ходить в школу? Уильям никогда не учился. Совсем никогда? Ну, во всяком случае, с тех пор, как ему исполнилось двенадцать лет. Если бы мама вышла замуж за Уильяма, мне бы не пришлось больше ходить в школу. Боба не ходила. Совсем? Ну, с тех пор, как ей исполнилось шестнадцать, Уильям больше не заставлял ее ходить в школу. Добросовестно уточнила Бриди. Неужели мне тоже придется ходить в школу до шестнадцати лет? Мама меня заставит. Она хочет, чтобы я потом еще и в университет поступила. Но это уж дутки. А что ты хочешь делать? Смотреть за дугалом? Знаешь, Бриди. Он, конечно, так и пышет здоровьем, но даже утки не живут вечно. Дугал закончил завтрак и глубоко погрузил клюв в корыца с водой. Я уже говорила это маме. На что толку? Не допущу, чтобы ты закубила свою жизнь в этой дыре. Умело передразнила она на треснутый голос Оливии и мрачно покачала головой. Да, если бы мама вышла за Уильяма, все было бы по-другому. Я бы не ходила в школу. Я могла бы учиться дома. Уильям был такой умный. Он бы сам учил меня. Он бы согласился, я знаю. Откуда ты знаешь? А он всегда читал нам вслух, мне и дугалу. Услышав свое имя, селезень, очень довольный направился к ним, перевариваясь и, как все утки, загребая лапками. Библию читал. Бриди потерла грязный ботинок, а носок на другой ноге. Правда, мне Библия не очень нравится. Особенно Ветхий Завет. Уильям говорил, я просто еще ничего не понимаю. Он говорил маме, что меня нужно наставлять в вере. Он был очень добрый и старался мне объяснить, но я не понимаю эти истории в Библии, потому что там никого не наказывают за вранье. То есть как? Линли тщетно напрягал память, пытаясь припомнить хоть один сюжет об удачливом лжеце. Они все время врут друг другу. Во всяком случае, так говорится в этих историях, и никто им не скажет, что делать так нехорошо. Водка. Врут. Линли беспомощно уставился на селезня, который пытался клювом развязать шнурки на его ботинках. Ну, знаешь, в Библии многое символично. Я, — заторопился он. Если бы он женился на маме, ему пришлось бы жить и со мной тоже. Ты хотела, чтобы он женился на твоей маме? Бриди подняла Дугала и посадила птицу на ступеньку между собой и Линли. Дугал принялся очистить свои без того сверкающие перышки. — Папа читал мне, — прошептала Бриди, вместо ответа не поднимая глаз, будто больше всего ее. В данный момент интересовали потертые носки, ботинок. — Папа читал мне. А потом он уехал. — Уехал? Должно быть, так ей сообщили о его смерти, догадался Линли. — Однажды он уехал, — повторила Бриди, прислоняясь щекой к колену и прижимая к себе птицу. Теперь взгляд ее блуждал где-то у реки, он даже не попрощался. Она принялась нежно целовать гладкую голову селезня, дугал в ответ, легонько пощипывал ее за щеку. — Я бы на его месте хоть попрощалась. — Вы бы назвали ангелом или солнышком подростка, который пьет, ругается и постоянно наживает неприятности, — задал вопрос Линли. Сержант Хейверс отвлеклась от яичницы, насыпала сахар в кофе и задумалась над его словами. — Солнышком? — А что ж в таком случае называть ненастьем? — Ага, — усмехнулся Линли. Отодвинув тарелку, он внимательно пригляделся к барбаре. — Сегодня она выглядит неплохо. Чуть тронула косметикой веки, щеки и губы, да и волосы, догадалась, подвить. Даже ее наряд заслуживает одобрения. Коричневая юбка из твида и пулловер к ней в тон. Может, при ее бледной коже это и не лучший выбор, но уж со вчерашним чудовищным голубым костюмом не сравнить. — Почему, — вы спрашиваете, — уточнила она. Стефа описывала Джиллиан как безумного подростка. Девушка пила. Вела себя, черти как. Да, но отец Харт назвал ее солнышком. Это странно. Он сказал, что Тейз был в отчаянии, когда она сбежала. Хейверс задумчиво сдвинула густые брови и, не заботясь более субординацией, налила Линли в чашку кофе. Этим можно объяснить исчезновение ее фотографий, верно? Он посвятил всю жизнь детям, и вот награда. Одна из дочерей просто растворилась во тьме. Эти слова пробудили какой-то отзвук в душе Линли. Он принялся листать бумаги в папке на столе и извлек фотографию Рассела Маури, переданную ему Тессой. — Пройдите с ней сегодня по деревне, — попросил он. Хейверс взяла фотографию, однако не стала скрывать удивление. — Вы же сказали, он в Лондоне. — Да, сейчас. — А три недели назад? Если Маури побывал здесь, он должен был у кого-то спросить, как добраться до фермы. — Пройдите по шоссе и загляните в пабы, вероятно, и в гостиницу тоже. Если же никто его не видел, остается Тесса, — подхватила она, или другой человек, у которого был мотив. Мотивы могли быть разные. Дверь открыла Мэдлин Гибсон. Линли, пробрался мимо двух детей, сцепившихся в разоренном их постоянными схватками садике, ухитрился не споткнуться сломанный велосипед и безголовую куклу, и даже не вляпался в выброшенную на крыльцо тарелку с яичницей. Хозяйка равнодушным взглядом окинула свой домашний хаос и запахнула изумрудно-зеленый пенюар на вызывающе-торчащей груди. Под халатиком ничего не было, и женщина откровенно давала понять, что посетитель застал ее врасплох. — Гик! — крикнула она, злобно уставившись на Линли. — Это Скотланд-Ярд! Томно улыбнувшись, женщина пошире распахнула дверь. — Пожалуйте, инспектор! Она провела его через крошечный холл, заваленный игрушками грязной одеждой, к подножью лестницы. — Гик! — крикнула она еще раз, обернулась и сложила руки на груди, дерзко глядя на Линли. По лицу ее блуждала улыбка. В складках тонкого атласа мелькнуло изящное колено и не менее изящное бедро. Наверху послышалось какое-то движение и недовольное мужское бормотание. Ричард Гибсон вышел на площадку, шумно протопал по лестнице и сердито глянул на жену. — Господи, да надень же на себя хоть что-нибудь, Мэтт! — рявкнул он. — Пять минут назад тебе этого не требовалось. Съязвила она, усмехаясь в ответ, и двинулась вверх по лестнице, старательно демонстрируя на каждом шагу свое стройное, изящное тело. Гибсон ошалело смотрел ей вслед. — Вы бы на нее поглядели, когда ей впрямь приспичит, — доверительно сообщил он. — Это она просто играет. — Ах, вот как! Фермер рассмеялся. — Чем бы дитя не тешилось, — фуркнул он, — хоть минута покоя. Я, глядев привычный беспорядок, предложил. — Пойдемте в сад. На вкус Линли садик еще меньше подходил для беседы, чем пропитанный, застоявшийся вонью коттедж, однако он молча последовал за хозяином. — Пошли к матери! — распорядился Гибсон, едва повернув голову в сторону своих сорванцов. Ногой он передвинул тарелку с яичницей поближе к краю ступеньки, и в тот же миг из зарослей умирающих от жажды кустов явилась тощая кошка и принялась за объедки. Кошка ела жадно и тревожно, как бродяжка. Ее повадка напомнила Линли о Мэдлин, скрывшийся на втором этаже. — Вчера я видел Роберту, — заговорил он. Ричард присел на ступеньку, старательно завязывая шнурки. — Как она? Улучшения есть? — Нет. Когда мы приходили сюда в первый раз, вы нам сообщили, что вы подписали бумаги для отправки Роберты в психиатрическую клинику. А вы не спрашивали, инспектор? Справившись со шнурками, Ричард поднялся на ноги, или я должен был бросить ее в полицейском отделении Ричмонда? — Не обязательно. Вы нашли ей адвоката? Линли догадывался, что Гибсону покажется странной забота инспектора о юридической защите убийцы, сознавшейся в своем преступлении. Веки Ричарда удивленно дрогнули. Он не торопился с ответом, тщательно заправляя фланелевую рубашку в штаны. — Адвоката? — Нет. — Интересно, что вы распорядились отвезти девушку в больницу, но даже не подумали о том, как защитить ее права. — Очевидно, вам так было удобнее? Гибсон сжал челюсти. — Ну уж нет. — Можете как-то это объяснить? — По-моему, тут нечего объяснять. С вызовом заявил Гибсон. — Мне показалось, что психическое состояние Бобби куда важнее, чем эти ваши проблемы с законом. Лицо его потемнело. — В самом деле? И если ее признают невменяемой, а это, разумеется, должно произойти, вы окажетесь в очень выгодном положении, не так ли? Гибсон смотрел ему прямо в глаза. — Еще бы! — Клянусь Богом, — проревел он, — заполучу чертову ферму, заполучу чертов дом и буду мою жену прямо на обеденном столе, а Бобби не будет болтаться поблизости. Вы же так думаете, верно, инспектор? Он воинственно наклонил голову вперед, но Линли никак не прореагировал на вызов, и фермер вновь подался назад, но не умолк. — Мне уже надоело объясняться с людьми, которые думают, что я желаю Бобби зла, которые думают, что мы с Мэдлин будем рады, если ее запрут на всю жизнь. Думаете, я не знаю, о чем тут все говорят? Думаете, Мэдлин этого не знает? Он горько усмехнулся. — Это не ей, а мне нужен адвокат. — Конечно же, я надеюсь получить заключение, что она невменяема. Это же лучше, чем тюрьма, верно? — Значит, вы верите, что она убила отца? — поинтересовался Линли. Гибсон вяло пожал плечами. — Не знаю, что и думать. — Я одно знаю. Бобби уже не та, что была, когда я уезжал из Кэлдейла. Та девчушка и мухи бы не обидела, а эта новая. Она мне как чужая. — Может быть, это как-то связано с исчезновением Джиллиан? — Джиллиан! Гибсон рассмеялся. — По мне, Джиллиан оказала всем нам услугу, когда ушла из дома. — Почему? Скажем так, она была чересчур развита для своих лет. Мужчина быстро оглянулся на свой дом и прибавил. — По сравнению с ней Мэдлин, непорочная дева Мария, ясно я говорю? — Вполне. — Она вас соблазнила? — Сразу быка за рога. — О! Дайте сигаретку, и я вам все расскажу. Он прикурил и поглядел в сторону поля, примыкавшего к немощенной улице. По ту сторону поля между деревьев велась дорожка, уводившая к болоту Хайкел-Мур. Мне было всего девятнадцать, когда я удрал из Кэлдейла. — Инспектор, я не хотел уезжать, как перед Богом. Мне этого вовсе не хотелось. Но я знал, если не уеду, всю жизнь придется расплачиваться. — Однако вы спали со своей кузиной, Джиллиан, до отъезда. Гибсон фыркнул, спал. Это не то слово, когда речь идет о такой девице, как Джилли. Она хотела взять верх, и ей это каждый раз удавалось, инспектор. Она такое могла с мужчиной проделать. Ни одной шлюхи не под силу. Она заводила меня по четыре раза в день. Сколько ж ей было лет. Ей едва сравнялось двенадцать, когда она впервые непосестрински взглянула на меня, и тринадцать, когда она до меня добралась. А потом она два года подряд была со мной. — Вы хотите сказать, вы бежали от нее? — Такого великодушия от меня не ждите. Я бежал от Уильяма. Это был вопрос времени, когда он нас застукает, а я не хотел этого. Я хотел положить всему конец. — Почему вы не рассказали Уильяму правду? Гипсон широко раскрыл глаза. С его точки зрения ни одна из его девочек не была способна ни на что дурное. Как я мог сказать ему, что Джилли, зеница его ока, зазывает меня, ровно кошка в охоте, и со мной, как последняя шлюха? Он бы все равно мне не поверил. Я сам порой переставал в это верить. Она уехала из Келдейла через год после вашего отъезда. — Да, так мне сказали. — Гипсон далеко отбросил свой окурок. — Вы с тех пор встречались? — Нет. — Никогда, — проговорил Гипсон, отводя взгляд. И слава Богу! Марша Фиццалан оказалась скрюченной, сморщенной старушкой. Ее лицо напоминало Линли американских кукол, вырезанных из яблока. Тоненькая сеточка морщин покрывала щеки до самых глаз. Глаза были голубые, они освещали все лицо, сияя живым интересом. Всякий, взглянув на эту женщину, понимал, что составилось лишь ее тело, а душа осталась молодой. Доброе утро! — с улыбкой приветствовала она гостя. Или, вернее, добрый день, — поправилась она, бросив взгляд на часы. — Вы, значит, инспектор Линли? Я так и думала, что рано или поздно вы ко мне зайдете. Я испекла лимонный пирог. — Специально для меня? — удивился Линли. — Вот именно! — подтвердила она. — Заходите. Хотя мисс Фиццалан жила в одном из небогатых домиков по Сент-Чед-Лейн, ее коттедж разительно отличался от обиталища гибсонов. В садике были разбиты аккуратные цветочные клумбы. Весной и летом здесь цвели примулу и бурочок, герань и львиный зев. Сейчас клумбы уже приготовили к зиме. Корни каждого растения были заботливо укрыты землей. На ступеньках у входа были насыпаны небольшие кучки семян для птиц. У окна висели жестяные колокольчики, легонько позванивавшие на ветру. Их не заглушали даже вопли, проживавших по соседству гибсонов. И внутри все было иначе, чем у Ричарда с Мэдлин. Аромат душистых трав, наполнявших саше, напоминал Линли долгие вечера в бабушкиной комнате в поместье Холнстоу. Крошечная гостиная обставлена скромно, но элегантно. Две стены от пола до потолка занимают полки с книгами. У окна небольшой столик с фотографиями. Над старым телевизором висело несколько вышелок. — Пройдемте в кухню, инспектор, — предложила Марша. — Принимать гостя в кухне, конечно, дурной тон, но, по-моему, там гораздо уютнее. Друзья говорят, все потому, что я выросла на ферме, а на ферме кухня — главная часть дома, верно? Думаю, этого мне осталось навсегда. — Прошу вас, сэр, присаживайтесь к столу. Кофе с пирогом? По-моему, вы проголодались, наверное, еще не женаты. Холостяки всегда плохо питаются. И вновь Линли вспомнилась бабушка, ее нерассуждающая, всеобъемлющая любовь. Старушка быстро накрывала стол для чая. Линли любовался уверенными движениями ее надежных рук, понимая, что здесь он найдет ответы на многие вопросы. — Расскажите мне о Джиллиан Тейс, — попросил он. Руки хозяйки замерли над столом. Марша обернулась с ласковой улыбкой на губах. — Джилли, — повторила она с удовольствием. Джиллиан Тейс была таким прелестным существом. Раздел одиннадцатый Чайную посуду мисс Фиццалан подала на подносе, хотя особой необходимости в этом не было. Буфет в крошечной кухне находился не более чем в двух шагах от стола. Но старая учительница придерживалась правил этикета. К тому же поднос, вопреки тесноте и скудности, создавал впечатление уюта. Старинная кружевная салфетка покрывала поднос. На ней стоял изящный фарфоровый сервиз. На тарелках виднелись трещины, но чашки и блюдечки сумели прожить все эти годы без единого шрама. А синие листья в глиняном кувшине оживляли стол соснового дерева, на который Марша Фиццалан выложила все свои сокровища. Тарелки, столовое серебро, тонкие льняные салфетки. Она разлила по чашкам дымящийся кофе, добавила себе молока и сахара и только тогда начала рассказ. Джилли была вылитая мать. Я и Тессу когда-то учила. Какой ужас! Это сразу же выдает мой возраст. Что поделать? Почти все жители деревни прошли через мои руки, инспектор. С лукавой усмешкой она добавила, за исключением отца Харта, мы с ним принадлежим к одному поколению. Никогда бы не подумал, торжественно заверила ее Линли. Марша рассмеялась. Как это очаровательно, когда мужчина сразу угадывает, что дама нуждается в комплименте. Она с явным удовольствием откусила кусочек пирога. Тщательно прожевала и продолжила. Джиллиан была миниатюрной копией своей матери. Такие же чудные светлые волосы, те же прекрасные глаза, та же душа, та же легкость. Правда, Тесса была склонна к мечтательности, а Джилли обеими ногами стояла на земле. Тесса вечно парила в облаках, такая романтичная. Оттого-то она и вышла замуж совсем рано. Она ждала своего героя, высокого, закадочного рыцаря, который в один прекрасный день предстанет перед ней. Уильям Тесс в точности соответствовал этому образу. А Джиллиан не мечтал о таком счастье? «О, нет!» Мне кажется, Джилли о мужчинах вовсе не задумывалась. Она хотела стать учительницей. Приходила ко мне после обеда. Устраивалась прямо на полу с книгой. Как она любила сестер Бронте! К тому времени, как ей исполнилось четырнадцать, она прочла Джейн Эйр и уже раз шесть или семь. Джейн и мистер Рочестер сделались для нее близкими знакомыми. Ей нравилось обсуждать прочитанное. Это была непраздная болтовня. Она анализировала характеры, мотивировки, идеи и говорила, «Мне все это понадобится, мисс Фиццалайн, когда я стану учительницей». Почему она убежала из дома? Старая женщина принялась внимательно рассматривать бронзовые листья в глиняном кувшине. «Не знаю», — вымолвила она. «Такая была хорошая девочка! Она могла справиться с любыми трудностями. У нее был быстрый, живой ум. Просто не представляю себе, что могло случиться. Может быть, все-таки дело было в мужчине? Могла она сбежать вместе с кем-то, вслед за кем-то?» Мисс Фиццалайн одним взмахом руки отмела это предположение. Джиллианг еще не интересовали мужчины. В этом отношении она взрослела медленнее, чем другие девочки. «Роберта». «Она похожа на свою сестру?» «Нет». «Роберта была похожа на отца». Учительница на миг умокла, нахмурилась. «Была». «Я говорю о ней так, словно она умерла?» «Не вы одна». Старуха задумчиво кивнула. Роберта росла крупной в отца, очень серьезной и молчаливой. Некоторые люди считали ее совершенно бесхарактерной, но дело не в этом. Она просто ужасно застенчива. Роберта унаследовала от матери мечтательность и сдержанность от отца. Она с головой погрузилась в книги, как и Джиллиан. И да, и нет. Она читала так же много, но она никогда не обсуждала прочитанное. Джиллиан читала, чтобы учиться. Для Роберта, мне кажется, это был способ ускользнуть. «Отчего?» Мисс Фитцалон тщательно разгладила салфетку, покрывавшую старый поднос. Линли заметил старческие пятна на ее руках от ощущения, что она всеми покинута, — сказала она. «Кем именно?» «Жиллиан матерью?» «Жиллиан». Роберта боготворила сестру. Матери она не знала. Попробуйте представить Джиллиан в роли старшей сестры. Очаровательная, живая, умная. Роберта была совсем другой, но хотела ей подражать. Ревности не было. Марша покачала головой. Нет. Она не завидовала сестре. Она ее любила. Я думаю, побег Джиллиан оказался для Роберта ужасным ударом. Но Джиллиан стала бы со всеми обсуждать эту ситуацию. Джилли всегда была готова поговорить обо всем, а Роберта все таила внутри. Что творилось с ее кожей, когда Джилли их бросила? Бедный ребенок. Подумай только я. Я помню это до сих пор. Линли припомнил, как выглядела девушка, заточенная в психиатрической клинике. Ничего удивительного, что учительница запомнила, в каком состоянии была ее кожа. Угри, — уточнил он. Но ведь она была еще совсем маленькой. Нет. У нее началась ужасная аллергическая реакция. Я понимала, что все дело в нервах, но, когда я попыталась поговорить с ней, она принялась валить вину на усишки. Марша опустила глаза, вертя в руках вилку, складывая в какой-то узор оставшиеся на тарелке крошки. Линли терпеливо ожидал продолжения. Старушка со вздохом призналась, я потерпела неудачу, инспектор. И как друг, и как учитель. Девочка не пожелала говорить со мной о Джилли. Вместо этого она заявила, что у нее аллергия на собаку. Вы поговорили об этом с ее отцом? Не сразу. Уильям был просто раздавлен бегством Джилли. Какое-то время с ним было невозможно общаться. В течение нескольких недель он разговаривал только с отцом Хартом, но, в конце концов, я решила, что обязана это сделать ради Роберты. Девочке было всего восемь лет. Не ее вина, что сестра сбежала из дома. Я пошла на ферму и сказала Уильяму, что я беспокоюсь за Роберту, тем более, что она сочиняет какие-то неправдоподобные истории о собаке. Маша налила себе еще немного кофе, отпила пару глоточков, вспоминая давние события. Бедняга! Он выслушал меня внимательно. Вполне спокойно. Мне кажется, он принял на себя всю вину за то, что не уделял дочери достаточно внимания. Он тут же поехал в Ричмонд и привез несколько видов шампуня и мази для кожи. Наверное, девочке как раз и требовалось немного отцовской заботы. Очень скоро она стала выглядеть здоровой, здоровой внешне, — подумал Линли, — но кто знает, что творилось внутри. Он мысленно представлял себе маленькую одинокую девочку в большом угрюмом доме посреди призраков и теней прошлого, живущую в пустоте, черпающую все силы из книг и только из книг. Отперев заднюю дверь, Линли проник в дом. Здесь ничего не переменилось, все так же неподвижен холодный спертый воздух. Через кухню инспектор прошел в гостиную. Тесса Тейс ласково улыбнулась ему с фотографии в красном углу. Все такая же нежная, хрупкая, уязвимая. Линли представил себе, как юный Рассел Маури распрямляет плечи, на миг оторвавшись от раскопок, и видит перед собой это прелестное лицо, заглядывающее сквозь проем в изгороди. Как же было студенту не влюбиться! И нет ничего странного в том, что второй муж по-прежнему влюблен в Тессу. Какое прекрасное лицо! Неужто узнав о ее прошлом, муж потерял голову? Так ли это было, Тесса? Или ты сама в один ужасный день обнаружила, что твоему миру грозит погибель, и решила раз и навсегда разрубить этот узел? Отвернувшись от домашнего святилища, Линли легко взбежал по ступенькам. Разгадка должна найтись здесь, в доме. Что-то связанное с Джиллиан. Сперва он прошел в комнату старшей дочери, но она была пустая и молчалива. Кровать нема уставилась на него. К покрывалу годами никто не прикасался. Никаких следов прошлого на ковре, никаких тайн. Не прочесть в иероглифах, украшающих обои. Можно подумать, Джилли никогда не жила здесь. Не наполняла комнату своими радостями и печалями. И все же Джиллиан незримо присутствовала здесь. Он чувствовал, угадывал это. Подойдя к окну, Линли слепо уставился на дверь хлева. Дикая, неуправляемая девчонка. Ангел, солнышко. Самое прелестное создание на свете. Какой была настоящая, Джиллиан. Для чего она пряталась за десятком масок, менявшихся, как картинка в калейдоскопе, в зависимости от того, с кем девочка общалась. Где искать разгадку? Похоже, что не здесь. В этой комнате, кроме обычной мебели, коврика до обоев на стенах, ничего нет. Как можно напрочь стереть память о дочери, о человеке, прожившем в доме целых шестнадцать лет? Непостижимо. И все же это произошло, или Линли перешел в комнату Роберты. Джиллиан не исчезла бесследно из жизни сестры. Любовь сохранилась. Узы между сестрами были достаточно прочными. Это подтверждали все. Чтобы они не думали о Джиллиан, взгляд Линли блуждал от окна к шкафу и оттуда кровати, скорее всего, там. Если в тайнике нашлось место для припасов, то, вероятно, там же спрятано и то, что имеет отношение к Джиллиан. Мысленно подготовившись к виду и запаху гниющей пищи, Линли откинул матрас. Поднялась мощная волна зловония, он отвернулся. Нет ли способа как-то облегчить задачу? Нет, никак не отвертеться. Комната плохо освещена. Единственная возможность что-либо разглядеть это — стащить матрас на пол и содрать скрывающую пружинобивку. Пыхтят напряжение. Линли дернул на себя матрас и сбросил его на пол, вернулся к окну. Вдохнул свежего воздуха снова к кровати, уперся в нее коленями, продумывая стратегию. Ну, давай же, приятель, разве не из этого состоит работа полицейского? Соберись с духом и вперед! Он рванул, и истлевшая материя разошлась в его руках, обнажив царивший внутри кошмар. Мыши кинулись в рассыпную, пролагая себе путь между гниющих фруктов. Одна мерзкая тварь перестроила свой еще слепой выводок кучи грязного женского белья. Стайка потревоженной моли тоже сняла с места и полетела прямо в лицо Линли. После инспектор отшатнулся, с трудом сдержав крик и прямиком кинулся в ванную. Поплескал водой в разгоряченное лицо, посмотрел на себя в зеркало и негромко рассмеялся. Тебе еще повезло, что не успел перекусить. После подобного зрелища и вовсе забудешь о еде. Поискал полотенце, чтобы вытереть лицо. На вешалке полотенца не оказалось, но на двери ванной комнаты висел халат. Линли резким движением сорвал его. Сломанная пружина двери протестующе вскрикнула. Инспектор вытер лицо краем халата, задумчиво потрогал сломанную пружину и, словно нащупав новую идею, вышел из ванной. Он нашел ключи там, где видел их прежде, на верхней полке платяного шкафа Тейса в глубине. Вынув всю связку, Линли швырнул ее на кровать. Наверное, Тейс запрятал в сундук все вещи, принадлежавшие Джиллиан. Отнес на чердак. В этой связке есть нужный ключ. Линли тщетно перебирал ключи. Слишком крупные, такие подходят только к дверям. Старинные, рассчитанные на большие скважины, причудливо изогнутые, покрытые ржавчиной. Линли с отвращением швырнул ключи обратно в коробку, проклиная слепое упорство человека, уничтожившего все следы пребывания его дочери в родном доме. — За что? — гадал он. — Какая мука терзала Уильяма Тейса? Что побудило его отрицать само существование дочери, которую он прежде так любил? Что она сделала? Чем довела его до этого акта отчаяния и самоуничтожения? Чем привязала к себе сестру настолько, что, вопреки всему, не осмеливаясь протестовать вслух, девочка сумела все эти годы хранить ее фото. Линли понимал, что его ждет. На чердаке ничего не найдешь. Надо вернуться в ее комнату. Ты сам знаешь, старина, это спрятано там. Может быть, не в матрасе, но оно там, — подбадривал он себя. Страшно представить себе, какие еще призраки таятся в лишенной жизни комнате. Линли собирался с силами для новой попытки, но тут его внимание привлек, доносившийся снаружи свист, веселый и беззаботный. Он подошел к окну. По тропинке, ведущей с болот Хайкел Му, шагал молодой парень с мольбертом через плечо и деревянным ящичком в руках. «Самое время поговорить с Эзрой», — решил Линли. При ближайшем рассмотрении тот оказался вовсе не столь уж юным. Линли подумал, что, обманчивое впечатление, создают пышные светлые волосы, значительно более длинные, чем того требовала мода. Эзри, очевидно, уже перевалило за тридцать. Встреча с инспектором Скотт Лильярда насторожила его. Поза утратила естественность, глаза быстро моргали, цвет глаз менялся. Сейчас они казались темно-синими в тон заляпанной краской рубашки. Эзра перестал свистеть, как только заметил Линли. Инспектор вышел из дома навстречу ему и ловко перелез через ограду пастбища. Эзра Фармингтон приветливо окликнул он путника. Фармингтон остановился. Лицом он напоминал Шопена с портрета Делакуа. Те же точеные черты, глубокая тень в ямочке подбородка, темные, гораздо темнее волос брови, крупный породистый нос. — Предположим, — строптиво ответил художник, — рисовали сегодня на болотах? — Именно. — Найджел Париш говорил, — вы хотите запечатлеть пейзаж при дневном и вечернем свете? Это имя вызвало соответствующую реакцию. Цепкий взгляд. — Что еще он вам наговорил? — Он видел, как Уильям Тейс выгонял вас из своих владений. — Кажется, теперь вам тут никто не мешает? — Гибсон не разрешил, — отрезал Эзра. — В самом деле? — Мне он об этом не говорил. Линли еще раз глянул на тропинку. Крутая, каменистая, в глубоких выбойнах. Не место для праздных прогулок. Художнику, видно, и впрямь было важно добраться до дальнего болота. Линли обернулся к своему собеседнику. После полуденный ветерок, веявший на пастбище, растрепал светлые волосы фармингтона и солнце подсвечивало их кончики. Теперь понятно, почему он предпочитал такую прическу. Мистер Париш упомянул также, что Тейс уничтожил несколько ваших работ. А он не сказал заодно, какого черта он сам тут ошивался в тот день, — вопросил фармингтон. Черт меня подери! Уж об этом-то он вам не говорил. По его словам, он провожал собаку на ферму Тейсов. Лицо художника исказило с насмешливой гримасой. Провожал на ферму собаку? — Куром насмех. Он с яростью воткнул ножки Мальберта в рыхлую землю. — Найджелу не откажешь в умении подтасовывать факты, а? Я с легкостью угадаю, что он вам сказал. Дескать, мы с Тейсом ругались насмерть посреди дороги, а он шел к себе, никого не трогал, провожал домой бедную слепую собачку. Фармингтон нервозно провел рукой по волосам. Все его тело содрогалось от ярости. Того, гляди, сожмет кулаки и полезет в драку. Господи! Этот человек доведет меня до иступления. Линди только брови приподнял, но Эзра сразу же понял намек. Полагаю, это звучит как признание вины, да, инспектор? — Вы лучше сходите еще раз к Найджелу и поинтересуйтесь, за каким дьяволом он бродил в тот день возле Гэмблер-Роуд. Уж поверьте, этот пес нашел бы дорогу домой даже из Тимбукту. Тут Эзра расхохотался. Собака-то была куда умнее Найджела. Впрочем, это не такой уж комплимент. Линли хотел бы понять, отчего Фармингтон впал в такое неистовство. Его ярость была совершенно искренней, ненаигранной, но столь же страстное излияние гнева совершенно не соответствовало ситуации. Казалось, этот человек давно уже чем-то терзается, и сила его на исходе, чаша его терпения переполнилась. — Я видел вашу работу в Келдейл-Лодже. Манера, в которой вы пишете, напомнила мне Уайета. Вы этого и хотели? Сжавшийся было кулак обмяк. С тех пор прошло много лет. Тогда я еще не выработал свой стиль, не смел довериться своей интуиции и подражал всем, кому ни попадя. Я и не думал, что Стефа сохранила этот пейзаж. Она сказала, что картины вы расплатились за проживание. — Верно. В те времена мне больше и нечем было платить. Присмотритесь повнимательнее и обнаружите мои шедевры во всех местных магазинах. Мне за них даже зубную пасту давали. Голос звучал насмешливо, но смеялся Эзра над самим собой. — Мне нравится Уайет, — заметил Линли. Его произведениям присуща простота, которая меня неизменно радует. Строгая линия, ясный образ, точность деталей. — Вы ищете простых путей, инспектор? В ожидании ответа Фармингтон сложил руки на груди. — Стараюсь не уклоняться от них. Чересчур далеко, — улыбнулся Линли. — Расскажите мне о вашей ссоре с Уильямом Тейсом. — А если нет? — Ваше право, конечно. Но с какой стати? Или вам есть что скрывать, мистер Фармингтон? Художник принялся неловко переминаться с ноги на ногу. Нечего тут скрывать. Я провел день на болоте. Возвращался, когда уже стемнело. Тейс увидел меня в окно или... А чё-то его знает. Перехватил меня тут, на дороге. Мы сцепились. Он порвал ваши этюды. Эрунда. Они никуда не годились. Мне всегда казалось, что художники предпочитают сами распоряжаться плодами своего труда, не допуская к этому посторонних. Разве не так? Он явно задел больное место, а Фармингтон вновь напрягся. Он медлил с ответом, провожая взглядом, уже близкое к закату солнце. — Да, это так, — подтвердил он наконец. — Богом клянусь, что так. — А Тейс позволил себе Тейс? Эзра расхохотался. — Мне плевать, что там сделал Тейс. Говорю вам, наброски никуда не годились. Тейс, разумеется, этого не знал. Человек, способный вечером слушать марш Янки, да ещё на полную мощность, напрочь лишён художественного вкуса. — Марш Янки? Звёздно-полосатый флаг. Можно подумать, у него дом был битком набит американскими ура-патриотами. И он ещё посмел наброситься на меня. Я де его обеспокоил. А я только что не на цыпочках пробирался через его участок, чтобы выйти на тропинку. И рассмеялся ему в лицо. Вот тут-то он и порвал зарисовки. А что делал в это время Найджел Париш? Ничего. Найджел увидел то, что он хотел увидеть. Он обожает совать повсюду свой нос. В тот вечер он получил удовольствие по полной программе. А часто он этим занимается. Фармингтон подхватил свой мальберт. Если у вас всё, инспектор, я, пожалуй, пойду. Ещё один вопрос. Фармингтон резко повернулся лицом к Линли. Что ещё? Как вы провели ту ночь, когда Уильям Тейс умер? Я был в голубе и свистке. А после закрытия, дома, в постели, отсыпался. Один, к сожалению. Странным каким-то чересчур женственным жестом он отбросил волосы с олба. Надо было мне прихватить с собой Ханну для алиби, но уж очень я не люблю, когда в ход идут наручники и хлыст. С этими словами он перелез через каменную ограду и сердито зашагал прочь. По нулям, так, кажется, говорят в американских детективах. Сержант Хейверс бросила фотографию на столик в голубе и свистке и устало откинулась на спинку стула. Иными словами, никто никогда в глаза не видел Рассела Маури. Вот именно. Разве что он обладает способностью к перевоплощению. Вот Тессу узнают сразу, приподнимают брови, задают вопросики. Что вы отвечали? Я напускала туману, а для важности бормотала всякие латинские пословицы. Все было хорошо, пока дело не дошло до «сик транзит». Тут некоторые почему-то захихикали. Не хотите ли утопить свое разочарование в вине сержанта? «Предпочту тоник», — ответила она и, подметив скептическое выражение на лице Линли, поспешила прибавить с улыбкой. «В самом деле, сэр, я почти не пью. У меня выдался весьма занятный денек», — сообщил ей Линли, возвращаясь со стаканом тоника. Я столкнулся с Мэдлин Гибсон, пылающей страстью в изумрудном неглиже, под которым ничего не было. «Как ужасна жизнь полицейского!» — посочувствовала Хеверс. Гибсон ждал ее в спальне, тоже на взводе. Мой визит оказался как нельзя более кстати. Да уж, однако сегодня мне удалось довольно много выяснить о Джиллиан. Ее называют солнышком и ангелом, кошкой в охоте и прелестнейшим созданием, смотря, кому обращаешься с расспросами. Или эта девушка была сущим хамелеоном, или кому-то здесь позарез нужно, чтобы мы сочли ее такой. Но для чего? Понятия не имею. Может быть, им просто нравится нагнетать таинственности. Линли допил остатки Эля и уселся поудобнее, расслабив уставшие задень мышцы. Но гвоздем программы был мой визит на ферму Гэмблер. В самом деле... Я шел по следам Джиллиан Тейс. Представьте себе эту картину. Что-то шептало мне, что ключ к разгадке в комнате Роберты. Трепеща от нетерпения, как охотник, настигший добычу, я сорвал верхний матрас с ее кровати и чуть не лишился сознания. Тут Линли принялся подробно описывать, что именно он там увидел. Барбара брезгливо сморщилась. Хорошо, хоть я этого не видела. Не беспокойтесь, у меня не достало сил водрузить матрас на место. Завтра мне понадобится ваша помощь. — Ну, скажем, сразу после завтрака. — Черт побери! — хмыкнула она в ответ. Когда они добрались до коттеджа, стоявшего на углу Бишоп-Фартинг-Роуд, наступило время вечернего чайпития. Файв оклок, похоже, незаметно перешел в ужин. Констебль Габриэль Лэнгстон открыл дверь, держа в руке тарелку, доверху наполненную едой. На столе ожидали куриные ножки, сыр, фрукты и пирожки на коричневом керамическом блюде. Лэнгстон казался совсем еще мальчиком. Непонятно, как это его взяли служить в полицию. Имя Габриэль вполне подходило этому тоненькому юноше с блестящими светлыми волосами, младенчески гладкой кожей и словно бы еще не окончательно сформировавшимися чертами лица. «Мне следовало сразу поговорить с вами», — пролепетал он, заикаясь и краснея, — «как только вы приехали. Но мне сказали, вы сами придете, когда вам что-нибудь будет нужно». «Несомненно, это сказал Нисс», — предположил Линли. Его собеседник застенчиво кивнул, пропуская гостей в дом. На столе стоял один прибор. Констебль поспешно поставил тарелку на место, обтер руку о штаны и протянул ее Линли. «Рад познакомиться с вами. Простите, что краска все сильнее заливала его скулы и шею. Он беспомощным жестом коснулся губ, будто пытаясь исправить дефект речи или извиниться за него. «Чаю?» — предложил он. «Спасибо, не откажусь». «А вы, сержант?» «Да, спасибо», — подхватила Хейберс. Констебль кивнул с явным облегчением, улыбнулся и поспешил в маленькую кухню, примыкавшую к гостиной, где они находились. Коттедж, насколько могли судить посетители, был рассчитан на одного человека. Спальня до гостиная. Но здесь было безукоризненно чисто. Пол подметен, пыль вытерта, мебель отполирована. Единственное, что портило картину — слабый запах мокрой псины. Источник этого запаха лежал на изжеванном и потертом коврике, грейсу электрического камина. Это был белый шотландский терьер. Приподняв голову, пёс окинул пришельцев глубокомысленным взглядом, зевнул, вывалив длинный розовый язычок, и снова благодушно уткнулся носом в струю электрического тепла. Лэнгстон вернулся с подносом. За ним по пятам следовал второй терьер. У этого характер оказался поживее. Пёс сразу же бросился к Линдли, радостно его приветствуя. «Лежать!» Лэнгстон выкрикнул это настолько резко, насколько позволял его мягкий голос. Пёс нехотя повиновался, а затем потихоньку убрался в другой конец комнаты, к своему родичу, и рухнул рядом с ним у камина. «Вообще-то они славные ребята, инспектор. Извините!» Линдли отмахнулся от извинений. Лэнгстон разливал чай. «Продолжайте ужинать, констабль. Мы с Хеверс явились к вам не вовремя. Давайте поговорим, пока вы будете есть, не то всё остынет». Лэнгстону, по-видимому, это не представлялось возможным, хотя он и попытался вновь приняться за еду. «Насколько я понял, отец Харт позвонил вам сразу же, когда нашёл тело Уильяма Тейса», — приступил к делу Линдли. Его собеседник с готовностью кивнул, и инспектор продолжил. «Когда вы прибыли на место, Роберто всё ещё находилось там?» Очередной кивок. «Вы сразу же вызвали подкрепление из Ричмонда. Почему?» Линдли пожалел, что задал этот вопрос. «Дурак я!» — обругал он себя. «Легко ли было этому парню допрашивать свидетеля, тем более такого, как отец Харт, чей разум колеблется между двумя мирами?» Лэнгстон, уставившись в тарелку, пытался подобрать ответ. «Полагаю, это позволяло как можно быстрее разобраться с делом». Вступил из Хеверс, и Лэнгстон благодарно кивнул. «Роберто что-нибудь говорило?» Лэнгстон покачал головой. «С вами не говорила. А с людьми из Ричмонда?» «Тоже нет?» Линдли покосился на Хеверс. Выходит, она говорила только с отцом Хартом. Он на миг призадумался. Роберто сидела на перевернутой корзине, и рядом с ней лежал топор. Собака лежала под телом Тейса. Однако оружие, которым перерезали горло собаки, исчезло. «Все верно?» — кивок. Лэнгстон впился зубами в третью по счету куриную ножку, но при этом не сводил глаз с Линдли. «А как поступили с собакой?» «Я похоронил пса». «Где?» «На заднем дворе». Линдли резко наклонился вперед возле вашего дома. «Почему?» «Так распорядился низ?» Лэнгстон сглотнул и обтер ладони о брюки. Печально глянул в сторону своих хвостатых приятелей, гревшихся у камина. Те приветливо завиляли хвостами я. На этот раз ему мешало говорить не заикание, смущение. «Я люблю собак. Я не хотел, чтобы старого усишки сожгли. Он... он дружил с моими ребятами». «Бедняга!» — пробормотал Линдли, выходя на улицу. Сумерки быстро сгущались. Какая-то женщина, возвышая голос, звала домой ребенка. Теперь понятно, почему он сразу же позвонил в Ричмонд. «Почему он вообще решил сделаться констеблем?» — удивилась Хейверс. Наверное, ему и в голову не приходило, что он может столкнуться с убийством, тем более с таким чудовищным. Разве подобное может произойти в Келдейле? Вся работа Лэнгстона сводилась к тому, чтобы вечером пройтись по деревне и убедиться, что все лавочки закрыты на замок. «Что же теперь?» — спросила Хейверс. «С собакой мы не сможем разобраться до утра, верно?» Линдли раскрыл золотые часы. «У меня остается двенадцать часов на то, чтобы уговорить Сен-Джеймса прервать свой медовый месяц и принять участие в расследовании. Что скажете, Хейверс? У нас есть шанс? Ему придется выбирать между Деборой и мертвой собакой? Боюсь, что так. Тогда лишь чудо поможет нам, сэр». «Я же волшебник», — угрюма заметил Линдли. Снова белое платье. Больше надеть нечего. Барбара вытащила свой наряд из гардероба и критически осмотрела его. Сюда бы другой пояс, и получилось бы неплохо. Или шейный платок. А взяла ли она с собой шейный платок? Можно даже повязать косынку, которую она обычно набрасывает на голову. Это добавит новый оттенок, освежит платье. Тихонько напевая, Барбара проводила инспекцию, свалив свои вещи в кучу на комоде. Наконец ей удалось найти то, что требовалось. Шарфик в красно-белую клетку. Немного смахивает расцветкой на скатерть, но что тут поделаешь. Подойдя к зеркалу, Барбара не без удовольствия всмотрелась в свое отражение. Дейвинский воздух окрасил ее щеки здоровым румянцем. В глазах появился блеск. Она решила, что похорошела от того, что занимается по-настоящему важным делом. Ей понравилось самой обходить с расспросами местных жителей. Впервые инспектор полиции позволил ей работать самостоятельно. Впервые старший напарник признал, что у нее тоже есть мозги. Это приключение так ободрило Барбару, что только теперь она осознала, насколько ее уверенность в себе была подорвана позорным разжалованием в патрульные. Она пережила тяжелые времена. В ней постоянно кипел гнев, изливаясь безудержными вспышками ярости, сменяясь депрессией. Ее сочли недостойной. Причислили к низшему разряду. К низшему разряду. Маленькие поросячьи глазки Джимми Хейверса глянули на нее из зеркала. Боже! Она унаследовала отцовские глаза. Барбара поспешно отвернулась. — Ничего. Теперь все пойдет по-другому. Она выбралась на правильный путь, и ничто не помешает ей отныне. Она будет сдавать экзамены на инспектора, и на этот раз пройдет испытание. Она точно это знала. Барбара сняла с себя твидовую юбку, с некоторым усилием стянула пулови, разбросила ботинки. Пусть ей не удалось раздобыть информацию о Расселе Маури, но все собеседники принимали ее вполне всерьез. Она представляла здесь Скоттленд-Ярд и ничем себя не посрамила. Выглядела компетентной, вдумчивой, проницательной. К этому она и стремилась — на равных с коллегами принимать участие в расследовании. Барбара дополнила свой костюм, легкомысленно обмотав горло шарфиком, и спустилась по ступенькам в гостиную, где ждал ее Линли. Линли в глубокой задумчивости рассматривала акварель с изображением аббатства. Стефа наблюдала за ним из-за стойки бара. Мужчина и женщина сами казались частью какого-то рисунка, но тут Стефа заметила Барбару. — Выпьете на дорожку, сержант? — приветливо окликнула она. — Нет, спасибо. Линли обернулся. — Хеверс? — произнес он, рассеянно потирая виски. — Готовы к очередному походу в Кэлдейл-холл? — Вполне, — ответила она. — Ну, так пошли. Все так же рассеянно он кивнул на прощание хозяйки, подхватил Барбару под руку и повел ее из комнаты. — Я думаю, как нам лучше подойти к этому, — заговорил он в машине. — Вам придется отвлекать этих жутких американцев, чтобы они не помешали мне переговорить с Сен-Джеймсом. Справитесь? — Мне жаль обрекать вас на такую судьбу, но, боюсь, если старина Хэнк подслушает наш разговор, от него не отвязаться. — Нет проблем, — уверенно заявила Барбара. — Я сумею надолго занять его. — Чем же это? — подозрительно уточнил Линли. Он с удовольствием поговорит о себе любимом. Линли расхохотался, внезапно помолодев и словно сбросив с себя усталость. — Да, это должно сработать. — Послушайте, Барби, — подмигнул Хэнк. — Если вы с Томом всерьез занялись расследованием, вам следует провести пару ночек в этой гостинице. — Что скажешь, Горошенко? — Здесь после темноты такое творится. Послеобеденная беседа происходила в Ореховом зале. Белые брюки Хэнка ослепительно сияли. Расшитая латиноамериканская рубашка распахивалась до самой талии. Золотая цепочка казалась грубой подделкой. Он глубокомысленно подмигнул Барбаре, стоя у камина в вызывающей позе, бессознательно позаимствованной у изображенных на каминной решетке херувимов. Одна рука опирается на вплетенную в орнамент каменную примулу, придерживая пальцами стакан с изрядной порцией виски. Третья или четвертая за вечер. Другая рука уперта в бок, большой палец засунут за пояс. Не всякий умеет так себя подать. Его супруга сидела в высоком кресле и печально виновата поглядывала на Дебору, на Барбару. Барбара с удовлетворением отметила, что почти сразу же после обеда Линли и Сен-Джеймс удалились в каменный зал, а миссис Бертон Томас прилегла на диван и тут же громко захрапела. Правда, храп раздавался столь нерегулярно, что Барбара заподозрила миссис Бертон Томас в притворстве. А что бедняге оставалось делать? Хэнк разглагольствовал без передышки. Барбара быстро глянула на Дебору, не сердится ли новобрачное, что муж оставил ее на растерзание Хэнку. На лице молодой женщины играли тени и отблески огня. Она держалась спокойно, но, почувствовав на себе взгляд Барбары, лукаво улыбнулась. Барбара догадалась, что Дебора прекрасно понимает суть происходящего и подивилась ее великодушию. Хэнк вновь раскрыл свою пасть, намереваясь подробно описать, что творится в Кейлдейл-Холле с наступлением темноты. Линли и Сент-Джеймс только что вернулись в столовую. Во-первых, эти вопли. Третьего дня мне пришлось затворить окно, чтобы избавиться от чертового шума. Вы когда-нибудь слыхали, чтобы павлины так орали? — Павлины? — переспросила Дебора. — Господи! — Саймон! Оказывается, это был вовсе не младенец в аббатстве. Ты мне солгал. Я ошибся. Покаялся Сент-Джеймс. Это было так похоже на младенческий плач. Значит, мы напрасно старались отвратить злое предзнаменование? — Похоже на младенческий крик? — изумленно переспросил Хэнк. — Вы были слишком заняты любовью. Вот что я вам скажу. Этот павлин орал, да так, что любому оркестру мог фору дать. Хэнк уселся, расставив колени, оперши с локтями на свои жирные ляжки. И я подошел к окну и, думаю, либо ставни закрыть, либо швырнуть в этого крикуна ботинком и вырубить его на месте. Я, знаете ли, бью без промаха. Я вам не рассказывал, нет? Ну, у нас там, в лагуне аллея, помните, где извращенцы из ушей вылезают? Он приостановился, соображая, придется ли вновь растолковывать эту шуточку. Но все поспешили притвориться, что его каламбур, как нельзя более забавенный, Хэнк со вздохом удовлетворения продолжал. Я и напрактиковался, швыряя в них ботинки. Что скажешь, соломинка, верно я говорю. — Верно, милый, — подтвердила Джо-Джо. — Он во что угодно с первого раза попадает, — засвидетельствовала она. — Не сомневаюсь, — угрюмо пробормотал Линли. Хэнк обнажил в улыбке зубы с новенькими коронками. И вот я подхожу к окну, думаю, сейчас вмажут чертовой птицы, но тут замечаю, что-то покрупнее этой пташки. — Неужели еще кто-то орал? — поинтересовался Линли. — Да нет, орал-то павлин. Но я обнаружил во дворе кого-то еще. Он дожидался взволнованных вопросов, но слушатели замерли в почтительном молчании. — Ладно, ладно, — расхохотался он и, чуть понизив голос, сообщил. — Денни и ее хахаль. Как его? Айра и Языкиль. Эзра? Точно. Целуются, как два голубка. Ха-ха, решили. — Воздухом подышать, — крикнул я им. — Мужик как взвоет! Все вежливо улыбнулись. Джо-Джо поглядывала на собеседников, заискивающий, словно жаждущий ласки щенок. Но это еще не все. Тут Хэнк снова приглушил раскаты своего голоса. Оказалось, девица-то вовсе не Денни. — Парень! — Эзра, точно! Он улыбнулся, торжествуя. Теперь уж всем придется внимательно его выслушать. Еще Брэнди Дебера, — предложил Сен-Джеймс. — Спасибо. Хэнк завертелся в кресле. Теперь он принялся за Анжелину. Вы представляете? Американец зашелся от смеха, хлопая себя в такт по коленке. Этот Эзра — тот еще петушок, ребята. Не знаю, как у него с этим делом, но старается он вовсю. Хэнк отхлебнул из стакана. Сегодня я попытался кое на что намекнуть Анжелине, но... Эту девчонку не прошибешь. Даже глазом не моргнула. Я вам говорю, Том, если хотите быть в курсе, надо вам тут поселиться. Он испустил очередной вздох удовлетворения, поправляя на брюхе тяжелую золотую цепь. Любовь. Великое дело. Ничто так не действует на ум, как любовь. Вы согласны со мной, Асай? — Да, у меня уже много лет голова идет кругом, — подтвердил Сэн Джеймс. Хэнк ухмыльнулся. — С молоду втрескались, а? Он фамильярно ткнул пальцем в Дебору. — Давно с ним хороводитесь? — С детства. Не дрогнув, отвечала она. С детства? Хэнк большими шагами пересек комнату и раздобыл еще бренди. Миссис Бертон Томас громко всхрапнула, когда он проходил мимо нее. — Школьная любовь, как у нас с Горошенко, а? Помнишь Горошенко? Малость того, сего, сами знаете и чего, на заднем сидении. У вас тут есть кинотеатры для автомобилистов? — Подогаю, этот феномен присущ исключительно вашей стране, — заметил Сэн Джеймс. «Чего?» Пожав плечами, Хэнк опустился в кресло. Бренди выплеснулась на белые штаны. Это его ничуть не взволновало. — В школе познакомились? — Нет. Мы познакомились в доме моей матери. Саймон и Дебора обменялись заговорщическими взглядами. — А она вас и свела. Так, нас с Горошенко тоже специально познакомили. У нас с тобой есть кое-что общее, Сай. — Вообще-то я родилась в доме его матери, — вежливо уточнила Дебора. — Но выросла я в доме Саймона в Лондоне. Хэнк обеспокоенно нахмурился. — Слыхала Горошенко. — Так вы родственники, что ли? Двоюродные? Легко было угадать, что мысленно он перебирает все ужасы близкородственных браков. Гемофилия, вырождения вовсе нет. — Мой отец... — Как ты называешь моего папу? — Он твой лакей, коммердинер или дворецкий? — Он мой тесть, — сказал Саймон. — Представляешь, Горошенко. С благоговейным ужасом вопросил Хэнк. — Вот это романтика! Это было так внезапно, неожиданно. Придется как-то приспосабливаться. У Линли оказалось слишком много граней, словно у бриллианта, обработанного рукой умелого ювелира. Каждый раз он поворачивался к ней новой стороной. Он влюблен в Дебору. Это очевидно. Это можно понять. Но влюблен в дочь слуги? Барбара тщетно пыталась переварить эту новость. — Как могло подобное случиться с ним? — удивилась она. Казалось, этот человек полностью контролирует свои чувства и свою жизнь. Как же он допустил, чтобы с ним такое стряслось? Теперь она могла истолковать странное поведение Линли на свадьбе у Сен-Джеймса. Он вовсе не спешил отделаться от нее Барбары. Напротив, он торопился уйти от зрелища, причинявшего ему боль, не видеть, как любимая им женщина празднует свадьбу с другим. И она понимала, почему из этих двоих Дебора выбрала Сен-Джеймса. Собственно, ей, наверное, и выбирать не пришлось. Ведь Линли никогда бы не опустился до того, чтобы объясниться ей в любви и предложить брак. Разве Линли мог жениться на дочери слуги? Все его генеалогическое древо содрогнулось бы от корней до самой кроны. И тем не менее он мечтал жениться на Деборе. И теперь он страдал, завидуя Сен-Джеймсу, который отважился пренебречь нелепым предрассудкам, помешавшим самому Линли добиться счастья. Как сказал Сен-Джеймс, мой тесть, два коротких слова уничтожили социальные барьеры, отделявшие его от жены. А вот потому-то она и любит его, догадалась Барбара. На обратном пути она из-под тишка наблюдала за Линли. Каково это — знать, что ему не хватило мужества удержать Дебору, мучиться от того, что любви он предпочел титул и семейную спесь? Как же он терзается теперь, как презирает себя, как он горестно одинок. Линли почувствовал на себе ее взгляд? — Вы сегодня хорошо поработали, сержант, особенно в гостиной. Четверть часа удерживать Хэнка на месте? Да за это можно к медали приставить. Эта похвала согрела ее, словно глоток спиртного. — Благодарю вас, сэр. Сен-Джеймс согласился помочь? — Да, он согласился. Он согласился, мысленно повторил Линли и цыкнул языком, выражая этим звуком презрение к самому себе. Папка с делом небрежно валялась на тумбочке у кровати. Линли уронил поверх документов свои очки, потер глаза и взбил подушки, чтобы удобнее было на них опираться. Дебора заранее рассказала все мужу. Это было совершенно ясно. У Саймона был готов ответ на случай, если Линли попросит о помощи. Сен-Джеймс сразу же сказал, ну, конечно же, Томми, что надо сделать? Разве он мог ожидать от них другого? Дебора еще утром угадала, как беспокоится Линли из-за зашедшего в тупик расследования, и поспешила подготовить Сен-Джеймса, чтобы тот помог ему, и Сен-Джеймс, конечно же, согласился без колебаний. Малейшие колебания, и Линли вновь бы ощутил бремя вины, вновь бы ожил тот неукротимый раненый тигр, которого все трое старались усыпить. Откинувшись на подушки, Линли устало прикрыл глаза. Утомленный разум скользил в прошлое к счастливым воспоминаниям. Обворожительные картины прежних радостей, не омраченных ни болью, ни виной. Тайс близ царя сидит, Любовь отчей, востока дива. Как роза юный цвет ланит, И полон страсти взор стыдливый. Блаженная чета, величие с красою, Лишь бранному герою, лишь смелому, В боях наградой красота. Нежеланно, непрошенно выплыли из подсознания строки Драйдена. Линли заглушил их, загнал обратно, полностью сосредоточившись на этом усилии. Он даже не слышал, как отворилась дверь, и кто-то подошел вплотную к его кровати. Он не замечал постороннего присутствия, пока прохладная рука не коснулась его щеки. «Мне кажется, вы нуждаетесь в ОДЭЛ, инспектор», — шепнула Стефа. Раздел двенадцатый. Он ошарашенно уставился на нее. Он ждал, что светская маска вернется на его лицо, что перед вечерней посетительницей предстанет знакомый всему лондонскому свету повеса, который весело смеется, ночи напролет танцует и на каждое слово готов дать легкий, остроумный ответ. Но этого не случилось. Явление Стефы, материализовавшейся из-за ниоткуда, разрушило последнюю линию обороны. Он разом утратил все навыки волокитства. Единственное, что он сумел, — это бестрепетно встретить взгляд ее прекрасных глаз. Нужно было обрести чувство реальности, убедиться, что женщина не грезится ему, не порождена воспоминаниями. Протянув руку, Линли коснулся пышных волос. Какие мягкие, — удивился он. Поймав его руку, Стефа поцеловала ладонь в запястье. — Позволь мне любить тебя сегодня. Позволь мне разогнать тени. Она говорила едва слышным шепотом. Ее голос, казалось, тоже был частью сна. Но нежные руки скользили по его щекам, подбородку, шею. И когда Стефа склонилась над ним, и он ощутил сладости ее рта, Линли понял, что она самая животрепещущая реальность. Она настоящая, пытающаяся изгнать прошлое. Он хотел бежать прочь от этого натиска, укрыться в том блаженном воспоминании, которое служило ему броней весь последний год. Весь год, когда желание было мертво. Тоска сделалась глухой, а жизнь пустой, бессмысленной. Но женщина не позволила ему уклониться. Она целенаправленно уничтожала защищавшие его доспехи. И Линли чувствовал не сладостное избавление, а ужас перед необходимостью душой и телом слиться с другим человеком. Он не мог. Он просто не мог. Нельзя допустить, чтобы это произошло. Он отчаянно хватался за последние остатки своей брони, тщетно мечтая стать прежним, бесчувственным, полуживым, каким он был лишь полчаса назад. Но этого мертвеца вытеснял другой, настоящий, нежный и уязвимый человек, что всегда прятался в нем. Расскажи мне про пола. Стефа приподнялась на локте, прикоснулась пальцем к его губам, обвела их. Свет ласкал ее волосы, ее плечи и грудь. Она млечно светилась, она источала едва уловимый аромат фиалок. — Зачем? — Затем, что я хочу больше знать о тебе. Затем, что он твой брат. Затем, что он умер. Она отвела глаза. — Что сказал тебе Найджел? — Что смерть пола все изменила? — Так и есть. Бриди сказала, что он ушел, не попрощавшись. Стефа вновь опустилась рядом с ним, и он обнял ее. — Пол покончил с собой, Томас, — прошептала она, дрожа всем телом. Он теснее прижал ее к себе. Бриди не говорили об этом. Мы все говорим, что он умер от болезни Хантингтона. В каком-то смысле так оно и есть. Эта болезнь убила его. Ты видел когда-нибудь человека, пораженного этим недугом? Похоже на пляску святого Вита. Человек не может управлять своим телом. Дергается, спотыкается, все время падает, а под конец и разум изменяет. Пол этого не допустил, пол не такой. Голос ее пресекся. Стефа с трудом перевела дыхание. Рука Линли скользнула к ее волосам, затем он прижался к ним губами. Бедняга. Он был еще способен понять, что больше не узнает свою жену, не помнит имени своего ребенка, не управляет собственным телом. У него оставалось еще достаточно разума, чтобы понять. Наступило время умереть. Она сглотнула. Я помогла ему. Это был мой долг. Мы ведь с ним, близнецы. Этого я не знал. Найджел не говорил. Нет. Найджел влюблен в тебя, ведь так? Да. Без всякого притворства, отвечала она. Он приехал в Кейлдейл из-за тебя? Она кивнула. Мы вместе учились в университете. Все трое. Найджел, Пол и я. Когда-то я даже собиралась выйти за Найджела. Он не был тогда таким злым. Это я довела его. Но теперь я не могу выйти замуж. Почему? Потому что болезнь Ханктингтона передается по наследству. Я носитель. Я не хочу наградить этим ребенка. Довольно и того, что каждый раз, когда Бриди спотыкается или что-то роняет, мы думаем, она тоже унаследовала эту чертову болезнь. Не знаю, что бы я делала, если бы такое случилось с моим ребенком. Наверное, с ума сошла бы от тревоги. Продолжение следует.